Дарк Соулс 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 спит. Судя по бейсбольной бите, отец хотел сына. Такие вещи становятся ясны, знаете, когда папа с дочкой ходят в качалку. Абонент не абонент. Что у нее написано в футболке? В чем там дело? Хелткан Дропс Тур. Ну это американские футболки такие выпускали, типа... У нас такие носят только по незнанию. Короче, памяти концертных туров разных групп. Я видел у кого-то футболку группы Иглс, привезенную из-за бугра. Там что-то на ней все концерты сзади написано. Я не знаю, в чем прикол. Вот елки. Забыла отдать открытку. Congratulations. Ящер. Милый папочка, так посмотрим тебя вечное дома. Ты терпеть не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю, и все равно ухитряешься быть самым лучшим папкой на свете. Как тебе это удается с днем рождения? Папка с любовью Сара. Тоже текст такой, который... Ну сколько лет? Лет, ну даже если 14, ну не знаю. Нет. Ну ей меньше, чем 14. У нее мозгов бы на такой текст явно не хватит. Какие в жопу 14? Она вон с комод ростом. До телевизора не доросла еще. Хе-хе. Забош. I love music. Down. Что? Down of the Wolf. Это все интересно. Helicon Drops. Вон, смотрите, вот этот плакат. Это интересно, это все настоящие фильмы и музыка, или выдуманы для игры. У нее есть комбик. У нее есть... Ну не знаю, что это за электруха в таком чехле в твердом. Так, надо папку позвать. А то там дядю Томми как раз только что сгрызли. Походка у нее такая, конечно. Ух ты. Интересно, а что это у них за потолок такой? У нас в стране наоборот стараются делать, да? Ровные потолки. Если ровно не заштукатурить, так хотя бы натяжной повесить. А у них, смотрите, какой горбатый рельеф не сделали. Я думаю, к нам эта мода придет лет через 10, как обычно, а то и 20. Я обращаю внимание на все эти нюансы, потому что, мне кажется, вся игра... Ну, это одна из топовых игр для Sony PlayStation. Один из тех эксклюзивов, ради которых, собственно, и покупали эти консоли. Тут прекрасно просто все. Ну, может быть, уже графика не такая передовая, какой она была на тот момент. Всплеск обращений в районной больнице. Число обращений по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция, обезумевшая женщина, убила мужа еще трех человек. Напоминаю, что, по-моему, на время выхода этой игры как раз начиналась очередная эпидемия то ли птичьего гриба, то ли свиновый. Не, по-моему, последний был птичий. Топ, 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 топ. Давай. Ух ты, а чё это такое? А, у них тут степпер. Степпер, да, этот тренажер называется? Черт, надо было смотреть на телевизор. Ну, на репортершу напали, короче. О, боже. Какой маленький американский городок. Так, дома высокие, но стоят так кучненько. У них обычно, вот в Америке города, ну, когда показывают, они большие обычно у них. У них, в отличие от России, у них много крупных городов. Сколько гитар в этом доме, слушайте. Это похоже на какой-нибудь эпифон, наверное, судя по балдашнику на грифе. Как я умело избежал слова головка, да? В этой рамке, вместо фотографии, кусок обоев. Они, это, как это, наши первые обои с кухни решили сохранить. Его телефон. Бля, какие у них, сука, просторные дома. Вы посмотрите, в этом доме можно коммунных и порежать, а не то, что тут вдвоём с дочкой. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. On my way. На моём пути? Дословно, что ли? Септембер. На дворе стоит Септембер. О, там кто-то пробежал, походу. Я не заметил. Какое пиксельное отражение, вообще, в стекле. Ну, чтобы заметить то, что там за окном кто-то бегает, надо знать, что... Ох ты, блин, придурок. А, это папка и пробегал, наверное. Ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Я, конечно, не доктор, но, судя по соотношению голова и плечи, Сара Рахит. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Опа. Смотри. Боже. Джейми! Папа! Дедка, сюда! Скорей! Джейми! Это жадно. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не сжим! В горло. Скорее. В горло выстрелил. Господи. Дырка пулевая не появилась, но брызги были. Выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай. Мы расчленим его в ванной и убежим. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. У него восемь пропущенных на телефоне, если он был не в курсе происходящего, куда он пошел тогда. Она не моя. Мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума подходила. Может, уже поедем? Зараза какая-то. Можешь сказать, что случилось? Ну, начало игры, конечно, гиператмосферное. Если кто не видел, сейчас, конечно, прихереют. Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Поищи в бардачке кассету круга. Здесь, походу, шайтан-мобиль. Ну, я так и собираюсь. Госпиталь. Остин. А сколько умерла? Сан-Маркос. Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Томми, не стесняйся. Давай больше конкретики. Обратите внимание на эту мега-извилистую дорогу. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Томми повернул куда-то в сторону пожара. Дорога стала еще ужасней. Но он местный, ему виднее, наверное. Может, мы пробку объезжаем. Надеюсь, он успел нести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет. А что у нас? Кабриолет, что ли? Что у нас за дыра в крыше? Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. Сними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Стойте! Свою машину иметь надо. Что ж в Америке-то? Еще найдется кому помочь. Да, да, еще найдется кому помочь. Мы будем помогать избирательно. Всем помогать, рука устанет, правильно? Я тоже так считаю. Но дорога у вас пипец горбатая. Слушай, по ней ездить просто опасно, по-моему. Все, мы на МКАДе, блядь. Совсем до одного. Вон девятка перед нами стоит. А вот и пациенты психбольницы, смотри. Твою мать! Томми, а ты точно водить умеешь? У меня к тебе один свой вопрос, блядь. Наконец-то Томми нашел на коробке передач, блядь, вторую скорость, сука. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. О, нет. Ты, по-моему, Аль Капоне задавил, он так посмотрел. Негр Грусти! Давай спасем Негра Грусти! Негр Грусти внезапно растаял в темном переулке. Я от него только кепку одну увидел. На нахрен! Отлично. Томми, короче, водятел от бога. Ух там, месть от кого-то. Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Как интересно. Такая беготня, всем что насрать на то, что здесь? Томми шарит. Дай мне руку. Нога болит. Ну, здесь выбрали интересных зомби, тут они такие. Типа, 28 дней спустя, они злые и быстрые. Если бы зомби были, как в сериале «Ходячие говнецы», там бы, не знаю, просто творилось бы сейчас на улицах уныние какое-то. Я помню, смотрел видео какое-то в интернете прикольное, что, типа, люди узнали, что идет нашествие зомби, вот таких вот вялых еле ходит. Похватали все, кто что мог, побежали и кинуть, короче, рано. Вот, я надеюсь, что что-нибудь здесь было застраховано. А вон, смотрите, зомбак стоит, смотрите, он дерется с человеком-невидимкой. Он тот посередине, что он делает? Его поведение не поддается, блядь, объяснению никакому, почему он не нападает агрессивно на людей, а стоит размахивать руками. Такое странное, зачем такой повод он на пожарной машине? Для антуража, наверное. Армадилио, театр. По-моему, это африканка, африканская бегунья только что пыталась меня подрезать. Все, теперь обратно бежим. А Динамо бежит? Да, походу, все бегут. А, Томми ждет нас у переулка, конечно же. Опять бомжи начинают драться с воздухом, смотрите. Да куда ты торопишься, они совсем тупые. Блядь, завел нас в подворотню, Томми. Нас сейчас тут гопнут по-любому. Мобилки поджимают. Странно, что дочка ведет себя настолько тихо, когда у нее на глазах людей убивают. Там, мне кажется, даже я визжал бы, как маленькая сучка. Я бы, мне кажется, отгонял их разными магическими словами. Беги, спасай Сару! Я догоню! Которые бы... От которых бы, я не знаю, листья с деревьев попадали просто. Согласно новому закону о цензуре, я бы наговорил на три пожизненных срока. Негр грустит. И че, братан, мы же заодно. Естественно, он остановился. Сейчас, я думаю, он еще раз остановится, потому что он не должен... Несмотря на то, что он бежит, а мы идем, он не должен нас догнать. Кстати, он укусил главного героя. А, это чикпоинт. Бежит ли главный герой быстрее? Нет. Просто главное не смотреть на зомбаря, который сзади. Иначе то, что он не может догнать, будет неправдоподобно, и он все-таки догонит. Как я понимаю. Не бойся, мы пришли. Пришли. Да куда вы пришли-то? Нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя... А почему этот солдофон здесь один? Я не вернусь за ним, хорошо. Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Это вам не добрые зеленые человечки. Это американское говно. Черт. Ну и куда он попал? Не надо. Сара. Я смотрю, револьвер у Томми стал больше. Так. Убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая. Потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так. Время два часа ночи. Потерпи. Держись, милая. Держись. Я знаю, тетка. Я знаю. Саре, пора спать. Сара. Держись. Держись. Не бросай меня. Пожалуйста. Не бросай меня. Сара. Я... 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 Господи. На то время с этого начала все прихренели, потому что девочка всем понравилась. Не убирай, прошу тебя. Не бросай меня. Ребенок был харизматичен. Харизматичен. Никто не ожидал такого поворота. Так, ну, эти заставки. Официальное число жертв. Чего? В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. На улицах лежали сотни и сотни тел. Ходить одному и просто всех расстреливать. Всех, кто бежит. Это что за... Что за мера сдерживания такая? Не кордоны, а какие-то штучные повороты. Когда у Амбреллы вирус протек, там как-то адекватнее реагировали на ситуацию. Хотя тоже за каким-то хреном в центр города высаживали спецназ, который вообще, блядь, ничего не мог сделать в той ситуации. Лето. На самом деле, я когда увидел уже сам геймплей, я так немножко подрастроился, потому что 20 лет спустя стрелять, колотить. Главному герою уже тогда на вид было 30-очка, сейчас ему полтенка. Одну минуту. Не в каждой игре заставляют играть старым хером. Но если так по-честному, то главному герою даже не 30-ка была, а по-моему, что-то типа сороковник. Доброе утро. А теперь он просто вообще похож на... Я даже не знаю, и тёлка у него такая же. Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя... Голос Геральта, кстати. Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Вы смотрите, в Америке ввели продовольствие по карточкам, да, как у нас. Несколькими десятилетиями ранее. И Америка просто рухнула тут же. А мы, блин, наоборот, процветали. Эти козлы ещё живы? Ты шутишь. Хоть выяснил актуальнее? Да так, парочка уродов. Но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. Нет, Де Нира, ёпта. И он не хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Вот это очень странный, конечно, сюжетный разворот. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так, пошли. Идём. Поначалу ожидалось, что игра будет про то, что... Ну, как мне кажется, как отец с дочкой будет там вот в этом мире. Будет её спасать, спасать. Что вот они первые дни после катастрофы, вот они вторые. А тут потом херак, сразу 20 лет прошло. Главный герой, какая-то незнакомая баба, разговаривает хуй пойми о чём. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Комендантский час у них уже всё нормально. Снега принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордоном. Нога просто вошла в текстуру мяча, но... Какие времена? Федра Фри. Думаю, что эту игру надо проходить перед тем, как браться за Ордер, потому что Ордер это просто... По сравнению с этим, это как 3D-аватар и первые чёрно-белые фильмы. Внимание! Граждане обязаны найти здоровое заверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри. А паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Паёк у них не раздают. Я только паёк привезу на крое. Ясно? Кого-то ищут ещё здесь, пытаются кого-то искать. Негра грусти ищет, смотрите, вон он. Что написано? Fucking die dig. Не очень понял, что это значит. ППСники будущего проводят задержание. Обязательно это делать на улице при свидетелях. Там в помещении нельзя было их просканировать и грохнуть по-тихому, если чё. А здесь живой. Живой? Кто живой? Паразит живой? Мгновенный укольчик. И? Кого вы держите? Всё, её у Миршвили, что ли, или что? Нет, вот его у Миршвили, а с ней что? Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в заражённом здании. Вызывайте умершую команду. Ума нет? Здесь заквали отсюда. Вот мы два мешка и ещё два для ящика. Капец. В будущем власть в Америке захватили чёрные. И начали борзеть. Ух ты, нихрена срежет. Похоже, заражённый всё больше. Небоскрёбчик завалился. Значит, больше людей бежит отсюда. Интересно, каким образом ему фундамент подорвало. Неужто зомби его подрыли? Тут надо всё-таки понимать, что это мир не после ядерной войны, а всего лишь после нашествия зомби. И что таким крупным домам ничего, в принципе, не угрожает в такой ситуации. Чекпоинт номер пять. Что, я должен туда идти первым, что ли? Здрасте, мы из Дистрикта 12, ёптё. Куда идёте? Выходной. В гости идём. Ладно, проходите. Спасибо. Вы, солдатик, а чё те глаза такие убитые? Это был самый бессмысленный... Самый бессмысленный террористический акт, по-моему. Если вы начинили грузовик взрывчаткой, надо взрывать его непосредственно на территории. Какой смысл взрывать его у ворот? Возможно, сочинясь. Всем гражданам немедленно поднимут его окрестностей. Твою мать! Вот тебе и лёгкий путь. Останови уже кровь. Перевязываться в свои раны с помощью аптечки. Перевязываться требует времени, поэтому использовать аптечку в безопасном месте Р-2. Ну, это одно из тех лечений, когда, куда бы ни был ранен, герой бинтует руку. Помню в Фар Крае. Во втором пуле он вытаскивал, даже если в жопу попадали из руки. А это что за негритянский Борис Гребенщиков? Что это за замки такие, нифига си? До встречи. А Муразора-то и не узнать после конца света. Загорелый стал. Интересно. Чё, с Кипра уехал, что ли? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, Цикад. Цикады, это, насколько я помню, это светлячки. То есть, блядь, группировка террористов назвала себя светлячками. Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, всё нормально? Всё тихо. Ни солдат, ни заражённых. Вот это мне нравится. Прикольный у тебя камин, чувак. Джаэл, помоги. Из дерева. Чё помочь? А? Как беспалевно он книгами прикрыл дыру в стене, никогда бы не догадался, что там тайный ход. А ну-ка, спокойно. По-моему, там этажа два сейчас было. Выбрасывают всё подряд, дышать нечем. Да будет свет. Да будет свет. Да будет фонарик, ё-моё. Берём снарягу. Снарягу. Мы перешли на язык сталкеров внезапно. Наши рюкзаки никуда не делись. Да, конечно, куда они должны были деться из такого секретного укрытия? А, патронов мало. Ну так не промахивайся. И что их, блядь, от этого больше станет, что ли? Патронов мало. Не промахивайся. Четыре патрона? Он только что перезаряжал свой пистолет, решил перезарядить ещё раз, на всякий случай. Дважды перезаряжённый пистолет стреляет в два раза лучше. Как тебя подсадить-то? Что надо сделать? Ага. Ты поосторожней, мне всё-таки 50 лет, а то спину прострелят, будешь меня тащить отсюда. Интересно, почему они не построили лестницу в своём убежище, чтобы тут залезать. Чтобы, наверное, никто поодиночке не мог выходить, только парно. Интересно, удобно так пистолет носить. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Ну, с этой стороны тайник прикрыт ещё лучше. Жителям карантинного города запрещено выходить за его пределы. Тусишь там себе, получаешь свои пайки 25 блокадных грамм. И делаешь вид, что счастлив. То, что у вас такое замечание правительство. А снаружи за 20 лет природа прям взяла своё. Здесь, видимо, падали бомбы какие-то, судя по дырам в асфальте. Я вот не знаю, что... Как нашествие зомби могло привести к вот этой дыре в дороге? Как нашествие зомби могло разрушить? Где лестница? Должна быть где-то здесь. Кирпичи. Лестница. Вон она лежит. Тоже спрятана. Есть. Супер, тащи. Странно, что тут на улице ржавые танки не стоят. Неужели они для подавления не завозили бронетехнику? Помню, в начале сериала «Ходячие мертвецы» как раз главный герой залез в один из таких танков, который стоял среди улицы. Мне интересно, каким образом экипаж в этом танке мог погибнуть в борьбе с обоссанными зомбарями, которых можно было просто гусеницами давить там, блин, семь дней в неделю. Проехал по зомбарям, поехал там, не знаю, заправился и обратно. Герой, мне кажется, этим маршрутом ходил раз в двести, но до сих пор он открывает ящики и что-то в них находит. Собирайте детали для улучшения оружия. Ничего си! А, у меня был фонарик просто обучения. Медаль цикады. Медальон. Детские ручонки, смотрите, на стене. И подписанный Мелисса, Донт Хэнд Сауч, Роуз, Энтони, черная маленькая ладошка Мэг. Не знаю, что это, это какой-то, видимо, детский сад или детский дом здесь был. Ну, понятно, там вверх-то завалено. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Детский идет в следующем месяце. Детский месяц, обещает таблетки и патроны. Таблетки и патроны. То, споры. Споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь мишеком. А вот и виновник. Что это такое? Труп свежий. Тут может быть опасно. Зомбарь. Умерший зомбарь распространяет споры. А вот это не виновник. Смотрите, он даже хуями оброс какими-то. Вон на нем выросли члены. Членчики. Как посмотреть поближе-то? Блять, не знаю. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Ну, да. Сюда. Тише. Качал. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? И чем это ты у нас... Чем это тебя у нас так придавило смертельно? Куском отколовшейся штукатурки и пустым ящиком из-под картотеки. Не так ли? Мне предлагают его потратить патрон на него. Ну, я думаю, вариантов нет. Это обучение. Пошли. Герой так размял шею после этого выстрела, как будто с ним в рукопашную сражался. Странно, что на стене выросли какие-то сосуды. Что это? Ничего нету? Все, теперь бег включился по умолчанию, как я понимаю, да? Может, ты расскажешь, куда идти надо или что? Ты же дорогу знаешь вроде. Отлично. Она умеет только подпирать. Но она, наверное, этот... Одна из моих тиммейтов танк. Которые мало того, что стоят сзади и не стреляют, так еще и ты назад отъезжаешь и упираешься в них. Это самые лучшие члены команды. Впереди слышишь, что доска упала. О, бомжи, смотри. Чтобы Джоэл прислушался, нажмите R1. Ну, не дохера ли управление здесь такое? Там кого-то побороли. Подкравшись к зараженному, жених, чтобы взять его в захват. И что? И остальным зомбарям кричать у меня заложник, да? Задушить. Зомби, оказывается, дышат. Ничего себе, вот этот поворот. Видимо, это здесь какие-то другие зомби. Ну да, в фильме 28 дней спустя, насколько я помню, в конце они от голода все попередохли. Что вообще? Какие звуки издает эта зомбачка? С каким аппетитом она трескает этого шоколадного? Я так понимаю, вмешиваться не надо в этот процесс. В этой игре нет места. В этой игре надо экономить патроны по жесткому, как я помню. Понял. То есть, это не шутер. Тут не получится пройти, стреляя веером от бедра. Блин, пустая комната, вообще классно. Что у них там? Аппетит еще не пропал, еще едят. А то, что они обратно, когда пойдут зомбарей, будет уже трое, их вообще не беспокоит, что ли, не понимаю. Чтобы атаковать, нажмите удар. Мне кажется, глупо атаковать зомбаря вручную, учитывая, что один укус, и ты... Один укус, и ты стал одним из них. А если попадешь по зубам, то как бы на руке появится порез. Надеюсь. Как быстро он, как незаметно он меняет руку. Молниеносно просто. Так, тут тоже... О, записька. Записка брату. Для просмотра нажмите на... Вот эту хрень. Приблизить. Читать, блядь. Немного кнопок надо нажать, чтобы записку показали. Привет, братишка. У нас почти получилось. Но у меня сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас осталось несколько часов, максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет, и я передам тебе эту записку. Надо было послушать тебя и пойти в зону, пока еще был шанс. Теперь уже поздно. Удачи, Марк. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Вообще-то чувак узнал, что он заразился и не пошел в зону. А, вот. А, или его убили. Непонятно, короче. Но с чего герой сделал такой вывод, что... Какой смысл идти в зону, если у тебя жизнь несколько часов? А-а-а, кислород. Вот за что я люблю природу. Зеленая вода, как будто в нее гуси срали. О, кислород воняет. А так закажи Белло, освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. И что, они от этого пахнуть перестали, что ли? С освежителем-то что может случиться? Ну, мы видим, да, что как бы зомби порвали напополам автобус, в котором ехали люди. Зомби тут не хрен собачьи. Они, видимо, дьявольски сильны. Это, наверное, как зомби из Until Dawn. Там, помните, тоже мышечная масса запредель... Мышечная масса усохла, но мышечная сила стала от этого запредельной. А кожа пули не пробиваем. Чтобы залезть на преграду, отклоните Элла потом. Отклоните. Чёрт, доска упала. И что? Будь другом, а? Да, конечно, буду. Из нас двоих ведь я самый молодой, походу. С меня уже песочек сыпется вовсю, горстями просто, лопатами. А я тут хожу, блин, с досками лазю. Я-то тебе её передам. А мне-то как? Она тяжёлая. Справлюсь как-нибудь. Справлюсь как-нибудь, я же коней на скаку. Да вы избы горящие. А ты мне тут про доску про свою затираешь. А вот та дыра в стене. Мы оттуда пришли или что? Вроде да. Блядь, я слышу Геральта, я так не могу. Когда я привык, что этот голос ассоциируется с какой-то, с такой, этой... Скажем так, с мрачной уверенностью. Что, в случае чего, я достану меч и надеру задницу кому угодно. Вот она, сила перевода. Дождите, а здесь что? Здесь всё. То есть, ну, город у них явно крупно населённый. В нём явно миллионник. То есть, судя по небоскрёбам-то, да? Но на улицах почему-то нет толп бомжей. То есть, зомби что, они куда-то убежали или что? Или их за 20 лет поистребили всё-таки маленько? Да, но заросли, конечно, приличные. Красиво смотрится, атмосферите прям. Честно говоря, вот кажется, что это типа миссия обучения, что мы ходим, бродим, вливаемся в атмосферу, в окружающую действительность. Но на самом деле здесь вся игра из этого состоит, что в основном тут ходишь-бродишь. Ходишь-бродишь по атмосфере и наслаждаешься атмосферностью. Это не самая игра с не самым бодрым геймплеем, но здесь зато вот на ту пору здесь был самый такой внятный и свеженький сюжетец. Ну, не такой, конечно, крутой, как Heavy Rain, но тоже ничего. Драма. Она и в Африке драма. Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Она там что-то спрашивает. На них даже ребенок работает. Ну что, пошли. А что мы раньше не пошли, если дверь открыта? Эй, тэс, эй, тэс. Эй, красот, какая делишка? Не сейчас, Терренс. Да я заплатил вот-вот-вот. Понял, не сейчас. Понял. Потерплю. Рагнар, лот Брок уже не тот. А Джесси Пинкман повзрослел и накачался. Ничего себе. Ну, это все похоже на метро 2033. Стой лишь разница, что там все было в метро, а здесь все снаружи. Небо статичное. Нет, оно... Оно вяло-вяло движется. Если нет талонов, даже не трать мое время. На патроны меняться не буду. Да, талоны на поношенные тряпки. Что такое есть? Бей, ну у вас и кризис. О, кстати, герой все еще носит часы. Хоть они и разбиты. Они разбиты двумя пулевыми попаданиями, но он все еще их носит. Скорей, жрать охота. Потерпите. Сейчас будет новая партия. Даже не думай влезть без очереди. Шавуха из крысы, что ли? Сто лет жду эту крысу. Крысу. Интересно, какие крысы на вкус? Нет, пожалуй, мне не интересно, какие крысы на вкус. Я бы лучше человека сожрал. Серьезно. Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. Пятнадцать тикет. А кто-то жрет собачатину. Из этих милых собачек можно забацать неплохие шашлыки. Отстойный мир. А этот что, трубу водопроводную продает? Тронул, купи. А этот биту. Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Майк Тайсон. Вывел татуировку таки. Не твое дело. Свел. Что там происходит? Я тоже хочу посмотреть. Заткни ему хлебальник. Другой разговор. Давай, надели ему задницу. Лупи. Куда поперся? Я, может, даже ставку сделаю. Дай посмотреть. Прости, Текс. Не знал, что вы с ним вместе. Иди. А моя тёлка тут в авторитете. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Да, все у вас знакомые. Про всех не спрашивай. Блядь. Нет, не видно. Не дадут посмотреть. На драку. А ты что, Синебол сам с собой в карты играешь, что ли? Нифига у тебя развлечения. Ну, все. Больше тут ничего интересного, видимо, нет. Это продают плиты какие-то. Такие плитки в Фоллауте были. На шестеренке разбирал. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошёл. Наша пачка талонов ушла на то, чтобы спросить, где Роберт. Нам сказали, туда пошёл. Я хочу сказать, что тут больше пойти-то, в общем-то, и некуда, потому что всё остальное закрыто. Стоило ли тратить драгоценные талоны, мы с тобой могли бы собаку сегодня жареную жрать. Но вместо этого мы будем, блин, базарить с Робертом, который сюда пошёл. Блять, мы и десяти шагов не сделали, как нашли, походу, Роберта. По-моему, я только что видел этого Роберта. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. А, это не Роберт. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу. Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберёшь. Ну, этих принципов, почему они не дают здесь пройти. Опа, да. Они не видели, что у него ствол есть, да? Я прикрою. Да. Займись имя. Да, да, да. Пистолет ведь у меня, да? А, у меня тоже есть. Опа, опа. Да, на стиках играть в шутер. Куда ещё радость? В плечо попал, что ли? Какая безумная перестрелка, боже мой. Нанял, ёпта, по газете. А у этого что, ничего не было, что ли? Самый борзый поц из них не вооружён. Постави. Странно. Тогда странно, почему он больше всех выябывался, да? Наверное, он думал, что негров всё ещё боятся. У главного героя простреляно лёгкое, но его это, видимо, не смущает. Какие у неё мощные и широчайшие, что она его минимум 80 килограмм затаскивает. Откуда у него столько людей? Целых трое. Иди сюда. Очередное место для перестрелки видно сразу, да? Я, кстати, забыл абсолютно, как лечиться в этой игре, потому что надо нажать целую комбинацию. Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, а она с Джоэлом вот-вот придёт сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо разведоточиться и не дать им проскочить. Не дать им проскочить. Не шуми. То есть, по-твоему, вот это было тихо? Вскрик, чвяканье. Пошли. Куда пошли-то? Да я тоже одного вальну. Доступно обучение. Нажмите что? Хера узнает, что нажмите. Я думаю, что мне нужен твой лут, чувак. Удавил какого-то синебола. Но у него не было пистолета, судя по всему, да? Охрана Роберта не носит оружие. Спенсерс, компьютерс. А это кто был? Я был тут, на Джордан-стрит. И вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. По-моему, только что он видел Тесс. Они смотрели друг на друга. Поставили к стенке и бац-бац-бац. Тех пересстреляли. Нихрена себе. Говорят, во всем городе так. За них круто взялись. Пусть бобенка стреляет. У нее патроны бесконечные, походу. Черт, они не пытаются вступить с нами в перестрелку. Ух, нихуя себе. Не знал, что он может вырваться. Целуй стол тогда, сука. Все, пошли. Я не хочу тратить патроны на всяких бичей. Блять, нужен ключ, пиздец. У кого? Ну, негра, что ли? Кто негру доверит, ключи. Слева! Он обошел и решил напасть с тыла. Вот он, ключик взвякнул. Где он? Ну, хитрожопый. Давай осмотримся. Нахрен тут осматриваться так. Тут вообще ничего нет. О, давай в чемодане посмотрим, что там. А, это системник. Ну и в жопу тогда. О, че? Тушеночка. Интересно, почему банк-сожрачка стояла на полу, если тут полно столов в этой комнате. Кто-то втихую, видать, ночью под одеялком пожевать хотел. Все припасы под домком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендант в писяг. А как же, Роберт? Кем он сегодня останется? Так. Доступно обучение. Нажмите, блять. Как насчет обучения? О том, как открывать это обучение. Я не знаю, что вы мне предлагаете нажимать. Оу. Хорошо, что негр почти незрячий. Не знаю, зачем мне эта бутылка. Проще его так убить. Он даже сам себя по лицу бьет. Тихо, тихо. Может по-хорошему договориться. Тихо, тихо. Ты ни хрена не ведешь себя. Тихо, тихо. 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 Какое кровожадное убийство. Когда не можешь сделать хэдшот. Ну, посмотрите, как у героя прицел гуляет. Я вывел визин, играл. Там у Костелланоса такая же борода. Только я играл на мышке. И то никуда не попадал. А на геймпаде... С такой бородой вообще. Невозможно, мне кажется. Ну. Он даже не пытается в меня стрелять. Главный герой не юзает укрытия. Видимо, он последний патрон на меня потратил. Потому что больше в него стрелять нечем. Ну. Ты, может, как бы его, это... Будем надеяться, что без патронов меня игра не оставит в один прекрасный момент. Никогда бы не подумал, что лестница является надежным укрытием. Лишняя морока. Подожди. Да, ты прав. Как лечиться-то? Пошли. Пристань вон там. Разберемся с ним. Мы, безусловно, с ним разберемся, когда я полечусь. А, у меня нету аптечек. У меня есть бутылка, блядь, и пистолет. Как все непросто оказывается в этом мире. Да, я хоть посмотрю, может, здесь что есть. Вот она. Что это у нас? Угу. Это у нас то самое. Ну, бутылки собирать я не собираюсь, потому что вряд ли тут есть пункт приема стеклотары где-нибудь недалеко. А смысл в этих бутылках? Ну, отвлечьте по кого-то, но сейчас чувак просто сам спиной стоял без всяких отличий. Не подходи, убивай. Нож. Ножом можно убить врагов в режиме скрытности. Действие при этом быстрее и тише, чем при удушении. Чтобы зарезать врага, подкратитесь к нему сзади, проведите на... Ага, захват. Ага. Быстрее и тише. Все-таки тихое убийство здесь не совсем идеально тихое. Нож обладает ограниченным запасом прочности. После определенного числа ударов он сломается. Повысить прочность ножа можно, находя справочники. Справочник по усилению ножа. За мою жизнь у меня в руках ни один нож не сломался ни разу. Даже помню как-то на каком-то каленом армейском хер знает что за ножей даже висеть пробовали. Все равно не ломается. Но в этом... в этой игре ножи исключительно хрустальные, видимо. Как он похож на тот... А, кстати, а что случилось с братом главного героя? Почему? Куда он пропал? Живой пока ублюдок. Ну все, пошли. Видимо его там же бомжи сожрали, когда он остался. Прикрывать. Главные герои вдвоем решили напасть просто на кучу народу. Еще один кинжаль. Кстати, а кирпич для чего? Надеюсь, он хоть сдержит слово. Ну что? Раскурие! Ты чего задумал? Ничего. А ну пусти! Успокойся! Сука. Я просто боюсь, что он вырываться начнет. Я хотел его взять. И как щитом ему закрываться. Все, давай, блядь. Странно, мне казалось, что у меня больше патронов. Раненый негритос. Блядь, а как блоки-то ставить? Еб твою мать. Ооо, вот это добивание. А мужчины и женщины, сука твою мать, не бьют, ублюдок. На, нахуй. Блядь, тут бы кувырочек с перекатом вообще не помешал. Сменить руку. А нахуя ее менять? Что это дает? Угол выхода из-за укрытия. Так лучше просто дали возможность высунуться. Так, напряжем свой фантастический слух. Вон они. Эй, смотри. Хотел доснуть его напугать, короче. Блядь, надо как-то мышку с головой подсоединить, я не знаю. Это был не хедшот, вы хотите сказать? Так, иди танкуй, у тебя походу здоровья побольше. А я с тыльца зайду. Да он делся-то. Я же это сволочь. Блядь, уебать ему кирпичом по башке. Да, в принципе, тут патронов жопой жуй. Пока что. Когда будете, когда буду убивать, вернее, бомжей, с бомжей уже патроны падать, скорее всего, не будут, я думаю. Ну, вряд ли есть где-то ходит в этом мире такой зомби, у которого, блядь, в кармане патроны завалялись. Дверь открываешься такой и смотришь в дуло дробовика Роберта, блядь. Догадался, догадался. Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пуску. Какие нахер разговоры? Убили только что 20 человек. Он кинул гранату, нет? А, он кинул пистолет. Вау, мой джойстик почему-то стал красным. Это не потому ли, что у моего главного героя мало жизней? Они что, тут и это настроили? Так, у меня нету аптечки. Нету. Блядь, Роберт сбежал. Пока я офигевал. Пока я охреневал от того, что джойстик может быть разноцветным. Ничего себе, да? Почти взяли! Да, почти взяли. Он нас на два круга обогнал уже. Куда он делся, блядь? О-оу. Кстати, этот чувак похож на... Того из Игры Престолов, которого Тирион нанял-то на актера. Конечно, без обид, да. Пушкин! Где Пушкин? Да, есть проблема. Мы не можем найти последний том. Я просто... Чёрт! Чёрт! Стой! 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 Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. У кого Пушкин? Цикады, да? Не могу. Кому же счёты они нужны? За эти пару дней. А-а-а! Чёрт! Где наши Пушкин? Они у Цикад. Я продал их Цикадам. Что? Эй. Их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И Пушкин наши. Что скажете? Твои бизнес-планы как-то, блядь, похожи друг на друга. Перебьём этих лохов. Нам расплюнуть. Тех лохов добьём, этих лохов убьём. Это плохая идея. Блядь, ты два раза выстрелил ему в голову, нахрена? Ну, что дальше? Пойдём выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Ага. Они же тебя будут слушать, наверное. На них выйти. Это будет несложно. Ну, вот. Сама королева. А откуда она вы... Зачем вы здесь? Почему она ранена? В неё-то кто стрелял? Военные, наверное. А зачем им пушки? Я не понял, если им талоны нужны. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки. Даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Я покажу товар, дам даже на Десну попробовать её. Блядь, как там бегать-то? Хочешь сделку? Пошли. У меня здоровье просто как у хлебушка. Хочешь сделку? Дай аптечку, ёптать. Кто последний, тот Монда. Давай. Давай, Джоэл, давай. Блядь, мы проигрываем. Джоэл, ты Мондой хочешь быть? Нет. Последним будет Тесс. По каким-то задворкам, чего? Куда? Какой нано-взрыв. Я думаю, почему ты пришла к Роберту, а не к нам. Заметили, да? Какие тут, блядь, нестыковки просто. Такие дыры. Я, говорит, пришла к вам, блядь. Спросить, где Роберт. Пизду, ни одна глаза. Не знаю, что с этими шестерёнками. Может, герой часы починит. Джоэл, помоги мне. Не помню, чтобы мы познакомились. Эй, как ты? Выживу. Слушай, негритянка раненая, а бегает, как, блядь, как здоровая. Ну да, негры быстро заживают. Вон выход. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадёмся тихо. Я одного видел. Я знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Всё, пошли. Нужно добраться до двери. Из чего бы они эту дверь охраняли, интересно? Вот именно эту. Их там много, сказал Джоэл. Я вообще ни одного не вижу. Честно говоря. Теперь вижу другой базар. Нет места для кирпича. Интересно, кирпичом нельзя вырубить человек тоже, чтобы быстро было и бесшумно. Моя смерть, ничего. Моя смерть. А кто сказал, что тебя убьют? Может, тебе просто это, усыпят, да и всё. Похрапишь, тут полчасика. Где патроны? Опять охрана не вооружена, что ли? Самая, блядь, некомпетентная охрана в мире. После имперских штурмовиков, конечно же. О, что это такое? После имперских штурмовиков и тех, кого нанял Спектр и спасение Джеймса Бонда, те тоже, блин, вместе с имперскими штурмовиками стрелять учились. А, я понял, они на геймпадах все просто, поэтому... Сегодня их много. Почему-то я решил, что напасть сзади, это хорошая идея. Давно я так не ошибался. Ты не могла себе другое укрытие найти, шоколадочка? Надо было кирпич в руку взять и кирпичом ударить. О! Ну это профессионализм, чуваки. Батькин хэдшот. О, кого это они тут, смотри, тебя приходовали. Троих каких-то чуваков. Во вьетнамских шапочках. Так, а нам-то куда? Нам туда надо. Блять, вы же отстреливались, где патроны? Что за это стою вообще? Ничего я нихрена не понимаю. Они последними патронами, наверное, отстреливались. Ну? Мне кажется, мне нам на... Не на эту дверь разве указывало? Ааа, да. Канализация же. Не знаю, зачем я их всех поубивал. Если можно было бы обойти. Марлин. За мной. Марлин. Ну, они друг друга знают, видимо, давно. Что у нас тут в ящиках-то хоть было? Не хавчик ли, честно? Сила на исходе. Ну, я справлюсь. Не пойму, что это за сеткой нарисованы какие-то, блядь, бочки, палки. Уже близко. Внимание! Начался комендантский чат. Все, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Что выносим? Внимание! Начался комендантский чат. Все, кто находится... Чью хату обносим? Столовка какая-то. Хорошо смотрит с пыль на экране, да? Блядь, ты сама вообще ничего не можешь, что ли? Как тебе, блядь, директором-то выбрать цикад? Отвали от нее! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Ну, типа Эллен Пейдж давно не виделись. Но сама не фамилия. Но это, на самом деле, слухи ходили, что ее с Эллен Пейдж рисовали. На самом деле, она... Не очень-то похожа. Эллен Пейдж, другого шанса не будет. Стоп. Ты крича о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь? Тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрят. Подожди, я на это не подпишу. Ты что? Я с ней не пойду. Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Знала. Ты же после того, как бросил с вами партизанить. Он на тебя бросил. А, он выжил все-таки тогда, да? А потом помер. Пиздец. Ты же опытный родитель. 20 лет назад у тебя была дочь. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Вот это поворот сюжетный, да? Что у главного героя погибла дочь. Теперь ему всучили маленькую девочку. Девочка у тебя маленькая, но что-то у нее фигура не по годам начала развиваться, по-моему, нет? Кстати, вот его родная дочь, по-моему, посимпотнее была. Надо было вот эту в начале игры убить. Ха, а то оставить. Я слышала стрельбу. Да, ну вот, смотри на ее последствия. Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Как я пафосно хожу за трупы. По трупам. Я-то профи, только я на геймпаде и дорогу не знаю. А так да, я согласен. Мне кажется, нам сюда. Сюда. Собирай бутылки, че. Ты ж любишь их. Или эти бутылки чем-то хуже тех, которые подсвечиваются. Поживей. Ладно. Да черт. Внимание. Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Помощь преступникам. Не подвергайте себя риску, не помогайте преступникам. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. О, а че это такое? А-а-а. Нам вон туда. Хорошо, что подсвечивают. Так ты не скажешь, что в этой игре можно что-то такое двигать. Обычно он просто взаимодействовал со своей напарницей и они все делали просто вместе. Подсаживали друг друга, затаскивали. Слышь, блядь, ты будешь с ним ножичком играться или может мы пойдем? Ну? А пошла ты в жопу. Ай, блядь. А потом спрашивают, а че ты не любишь детей? Они тупые, ёпта. Кому вы нужны, ёпта? Дети. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько? Лет двенадцать? Она знала мою маму. Двенадцать. И она за мной присматривает. А мне четырнадцать. Какая вообще разница? Ну, я же сказал, что дочка у нее тоже. А тринадцать, четырнадцать, что-то такое. Договорились. US Army, смотрите-ка. А эту пломбу сорвали. А смысл замуровывать деревянные двери? Твои часы и так убиты. Ну, и вот начинается вот этот вот геймплей. Наконец-то у нас не любовная линия, а линия отца и дети. Часы разбились. Не-не-не. Куда? Ты бармочишь во сне. Ты вообще, походу, не спишь. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Нет, там, блядь, сказочное воображение. Ну, пойдем мы уже, естественно, в следующей серии. Я думаю, часик я уже тут находил, наплутал. Плюс не очень удобные перестрелки на джойстике. Это вообще моя самая нелюбимая, наверное, вещь. Ну, не важно. Короче, как-нибудь, как-нибудь, я думаю, прорвусь, пролезу. Ну, и глазенки-то и нарисовали, епты. Прям ми-ми-ми. Все, ладно. Что-нибудь жми, что-нибудь пишите, все дела. Продолжение следует...